Давайте присоединим к нашему эфиру Рифата Чубарова, главу Меджлиса Крымско-Татарского народа. Рифат, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот мы только что процитировали Тамилу Ташеву, о каких мероприятиях в первую очередь идет речь? Здравствуйте. Такого абсолютного хозяйничания российской оккупационной администрации, чтобы себе просто представить, те, кто родился в 2014 году, они уже пошли во второй класс. Те, кому было по 11-12 лет, они уже вступили во взрослую жизнь. Но и, разумеется, мы должны перед тем, как Крым будет освобожден, максимально подготовиться к реинтеграции освобожденного Крыма в украинское правовое, информационное, культурное, если хотите, образовательное пространство. И вот об этом, насколько я понимаю, и говорит постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, госпожа Тамила Ташева. Мы взаимодействуем как Меджиз Крымско-Затарского народа с представительством президента Украины в Автономной Республике Крым, с министерствами и ведомствами Украины, в частности, с Минреинтеграцией Украины в наработке всех этих вопросов. Мы должны быть готовы к тому, чтобы буквально с первых дней, если хотите, даже часов освобождения Крыму начала восстанавливаться легальная украинская власть. Да, безусловно, безусловно, это очень важно. А вот сейчас хотелось бы у вас спросить, появилась информация недавно, журналисты-расследователи провели работу, проанализировали некоторые спутниковые снимки. И вот обнаружили, что в последние месяцы российские войска вывели свою военную технику, которая находилась в районе поселка Медведево, Медведевка, Джанкойского района, на севере временно оккупированного Крыма. Вырыли они там окопы, имеется в виду россияне. Насколько вообще это, не то что показательно, а вот насколько это говорит о некой тенденции, которая сейчас происходит в Крыму со стороны оккупантов? Что вам об этом известно? Ну, я думаю, что вот такие изменения должны в первую очередь комментировать военные эксперты, потому что очень важно, чтобы общество получало такие объективные оценки того, что происходит в Крыму. Но я вот попытаюсь показать это на примере вот Джанкойского района, и там действительно недалеко от села Медведево был такой сформирован, ну, была большая площадка, где были сконцентрированы техника, и в том числе военная российская оккупационная армия. И все обратили внимание, что вдруг она оттуда, эта техника куда-то разошлась, произошло рассредоточение. Некоторые начали говорить о том, что россияне вывозят свою технику. Нет, отнюдь нет, к сожалению. Россияне или российские оккупанты, они пытаются сейчас максимально укрепить подступы к Крыму. И вот то, что происходит в Геническом районе, это территория Херсонской области, которая непосредственно прилегает к Крымскому полуострову. Там так же, как и в Северном Крыму, так и вот на линии соприкосновения российские оккупанты возвели уже, и, может быть, еще продолжают возводить фортификационные укрепления. И часть техники, которая предоточилась из мест концентрации, хранения, она, разумеется, установлена там, где российские войска готовятся, как они говорят, к обороне Крыма. Поэтому это свидетельствует, с моей точки зрения, лишь о том, что российская оккупационная администрация готовится к приближению вооруженных сил Украины. Да, ну и так же в России проводится повальная мобилизация посредством электронных повесток. Насколько она коснется Крыма? Ну, у меня нет сомнений в том, что наиболее жесткие формы принудительной мобилизации будут осуществляться оккупантами на оккупированных территориях Украины, и в том числе в Крыму. Так было и при объявлении так называемой частичной мобилизации в самой России. И были особые такие меры предприняты для обеспечения спущенных им планов в Крыму. Я думаю, что так будет происходить и дальше. Чем больше русская армия будет нуждаться в кошечном мясе. Вот я сегодня еще получил дополнительные сведения не из Крыма, но из областей России, которая привыкает, в общем-то, где-то ближе к государственным границам Украины. К сожалению, я не могу назвать город только лишь по той причине, чтобы не раскрывать источники. Речь идет о тюрьме в этом очень большом городе. И как мы ранее получали конкретные сведения по конкретным учреждениям лишения свободы, вот в этой тюрьме, о которой я сегодня получил информацию, в течение месяца трижды уже приезжают представители Министерства обороны, не Вагнер, и наши люди на этом акцентируют внимание. И сейчас они уже работают с заключенными, не гражданами России. Это представители соседних с Россией государств Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. Но там немало заключенных граждан третьих стран. И они пытаются их склонить к службе в вооруженных силах России. Они предлагают очень большие денежные бонусы, так называемые подъемные. Но самое главное, что по истечению такого недлительного времени, я сейчас точно не помню, по-моему, там было шесть месяцев, они будут при желании иметь возможность получить гражданство России. Я об этом говорю исключительно для того, чтобы показать, насколько сейчас российская армия нуждается в ежедневном пополнении людьми, которых она будет использовать как пушечное мясо. И поэтому граждане Украины, проживающие на оккупированных территориях, на оккупированных российской армии, они первыми также подпадут под удар. Ну и вот в развитии ваших слов относительно бесчинства россиян на территории украинского Крыма, вот появилась информация, что во временно оккупированном судаке россияне проводят обыски в домах крымских татар. Вообще, что происходит? Насколько я понимаю, ситуация довольно острая там. Можете, пожалуйста, поделиться информацией, если она у вас есть? Да, сегодня и я, и некоторые мои коллеги, мы были разбужены ранним утром сообщениями из Крыма. В судаке буквально сразу после шести часов утра российские каратели ворвались в дома крымских татар. Это Эдем Исмаилов, Бари-Бариев. Очень заметные в этом регионе крымские татары, отзывчивые люди, они помогают всем нуждающимся. Это метод российских оккупантов. Они пытаются все свои преследования и репрессии обрушить на тех, кто является таким общественно активную, занимает позицию, деятельность на региональном, даже локальном уровне, для того, чтобы абсолютно попытаться подавить волю людей, посеять между ними растерянность, панику. И вот сегодня, видите, настала горькая такая очередь вот этих двух молодых, в общем-то, глав семей. Там у одного трое детей, у другого, если я не ошибаюсь, четверо детей. И после обыска их вывезли оккупанты в управление ПСБ России по оккупированному Крыму. Я пока еще сейчас не имею данных, чем завершилось. Но, исходя из того, что два дня назад такой же обыск был совершен в Харасубазаре, ныне Белогорск, в доме известного правозащитника еще советских времен Абдуршита Джапарова. И его потом также забрали в ПСБ, и под надуманным предлогом, что он якобы оказывал сопротивление полицейским, и его сейчас приговорили к административному аресту. Но мы не уверены, закончится ли преследование Абдуршита Джапарова только лишь вот этим незаконным приговором, или его ожидает более печальная судьба. Все это позволяет говорить о том, что с приближением времени освобождения Крыма от оккупантов, все эти карательные структуры российской оккупационной администрации будут предпринимать более жестокие меры для того, чтобы и дальше пытаться обеспечивать контроль над поведением людей, которые живут в Крыму. Арифат, спасибо вам большое, что присоединялись к нашему эфиру. Арифат Чубаров, глава Меджлиса Крымско-Татарского народа. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.